В регионе завершился пятый сезон чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Сегодня у нас в гостях представитель команды победителей Ярослав Ерохин, тренер и по совместительству главный судья чемпионата Владимир Ротчев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярослав, я вас поздравляю с победой. К этому мы вернемся чуть позже, а пока немножко истории. Пятый сезон чемпионата. Чемпионат приходил все пять лет у нас в регионе? Да, у нас чемпионат проходит уже на протяжении пяти лет, начиная с первого сезона, когда к нам приехали основатель проекта Алексей Владимирович Фролов, олимпийская чемпионка Светлана Антипова и ныне покойный олимпийский чемпион Сергей Белов. Провели первый, когда финал четырех, и после этого у нас уже пошло все по накатанной. Приезда звездных гостей уже, конечно, не было, но мы с каждым годом как бы развивались, проводили муниципальные этапы, потом проводили окружной этап, и в итоге у нас последним этапом был финал четырех, победили которого обычно после этого и ехали на финал Северо-Западного федерального округа. И вот в этом году у нас уже пятилетний юбилей, в этом году мы очень хорошо подготовились, приехала снова Светлана Антипова, приехала шоу-группа, то есть было очень хорошо организовано на высшем уровне. За пять лет популярность Кэсбаскета выросла в регионе? Да, об этом можно говорить с полной уверенностью, потому что, как бы, во-первых, число занимающихся детей увеличивается, приходят на тренировки, просят записаться в секцию по баскетболу и спрашивают, когда же будет КЭС. Расскажите немножко о схеме. Участвуют в чемпионате какие команды, кто может заявиться, какой это возраст? В чемпионате участвуют у нас все городские школы, плюс школы окружные, полярного района. За эти годы у нас проучаствовали практически все команды из всех населенных пунктов округа, практически всех. Система проведения у нас состоит из двух возрастов, чтобы не терять сельских команд, потому что там мало где есть 10-11 класс. Мы играем два возраста, и победители в двух возрастах потом выходят в финал четырех. Там уже образую общую команду, вне зависимости от возраста, потому что тут играет команда школы, и возрастных ограничений нет. Ярослав, сколько лет ты уже занимаешься баскетболом? Уже три года. Ты ходишь в какую-то секцию или это школьная команда? Нет, это именно секция. Хожу в норт, а играю вот за школу на кейсбаскете и в других чемпионатах. Много у тебя твоих друзей играют в команду? Да, даже есть одноклассники играющие. И вообще у нас команда состоит из 11 класса, и все члены нашей команды всем не знакомы. И все мы достаточно хорошо общаемся. Расскажи, как ты пришел в баскетбол. Что это было? Тебя туда привели, или это было твое желание? Ты увлекаешься, может быть, спортом? Вообще началось занятие в школе, но оно закрылось. И потом что-то открылось как второе дыхание, и мне захотелось снова начать заниматься спортом. Я пришел в норт к Владимиру Валерьевичу, и вот уже три года у него тренируюсь. А какими качествами нужно обладать, чтобы играть в баскетбол? Терпение. Потому что упорные тренировки требуют очень большого терпения, стойкости, выносливости. Ну и чтобы добиться результатов, это все надо иметь. Вот я смотрю, ты очень высокого роста. Тебе это помогает играть? Да, достаточно. Я же все-таки на позиции играют центрового, а это будет мне плюсом по сравнению с метр восемь и с метр семьдесят теми такими маленькими игроками. А как-то влечение этого баскетболом, оно не мешает в школьной программе изучения? Нет, вечером тренировки, а днем уроки. То есть никак ни баскетбол не мешает в школе, ни школа баскетбола? Нет, мои родители даже не против этого. А как-то ты связываешь, может, свою дальнейшую судьбу с баскетболом, возможно? Возможно, если поступлю в университет, я бы хотел продолжать играть за университетскую команду. Ну и, может быть, получится карьера. Ну там уже как-то получится. Может, даже мне понравится профессия, в которой я буду и со спортом завяжу. Но пока вам не нравится. Владимир Валерьевич, несколько слов о Ярославе. Какой он игрок? Ну, Ярослав уже сказал, что играет на позиции центрового. Конечно, для его позиции рост маловат, так скажем. Если бы он был по два метра, мне было бы полегче. Ярослав тоже у нас немножко, это, не три года задевается, но уже как минимум четыре. И уменьшил все. Да, да, да. А так, в принципе, вот ребята, которые в первой школе, одиннадцатиклассники, они сейчас выпускаются. В принципе, очень сильный возраст получается. И я думаю, что, в принципе, практически все с основной пятерки должны дальше играть минимум на студенческом уровне за свои команды университетов. Вот, кстати, есть какая-то статистика? Сколько ребят продолжают играть в каких-то сборных университетских? Ну, как таковой статистики нету. Ну, просто мы поддерживаем связь. Кто-то у меня заканчивал на протяжении 13 лет, работаю в Норде. То есть, понятно, слежу за их выступлениями. Кто-то играл в соревнованиях АСБ, статистенческого баскетбола, сейчас очень развитая лига. И играли ребята в международной студенческой баскетбольной лиге МБСЛ. Один воспитанник играл профессионально в клубе высшей лиги. Затем, когда они выиграли высшую лигу, они перешли в суперлигу. Ну, то есть, все равно мы поддерживаем связь, контакт. Кто, у кого не совсем сложилось там с тенническим спортом, ну, продолжают выступать в любительских чемпионатах. Как в округе, так и за пределами в других городах играют. А скажите, до появления КСБаскета, или, может быть, параллельно сейчас с КСБаскетом есть какие-то соревнования региональные у нас, то же самое межшкольные? Ну, как бы, межшкольных-то соревнований практически больше нету. То есть, отборочные соревнования проводятся, окружные. Вот осенью, то есть, практически все школы участвуют. Ну, проводится среди воспитанников Дворца спорта Норд. Открытое первенство. Но, к сожалению, в других учреждениях не занимаются. Ребята выступают на соревнованиях среди взрослых, среди мужских команд. У нас проводится Кубок округа по баскетболу, чемпионат округа по баскетболу. В принципе, старшие ребята, у них название Норд молодежное, а вот школьная команда, у них полярные совы. Победители как Кубка среди мужских команд, так и победители прошлого сезона чемпионата среди мужских команд. А какая-то особая подготовка нужна к кейсбаскету? А каким-то, может быть, специальным программам более интенсивным вы тренируетесь? Ну, тренер как раз и разрабатывает нам программу для каждого. Кто-то на прыжки тренируется, кто-то на броски, кто-то на ведение мяча. Да, разрабатывает. То есть к каждому индивидуальный подход? Не, ну понятно, к каждому индивидуально, в зависимости от его позиции на площадке. Ну и командные взаимодействия все равно нужны. Это вот непосредственно уже перед, так скажем, выездными соревнованиями, в основном мы начинаем повторять комбинации, крутить. В прошлом году финансовая ситуация была чуть получше. Все мы знаем, что сейчас времена нелегкие. Ребята ездили на сборы, выступали на других соревнованиях за пределами округа. Ездили в Ухту, турнир играли, и на Спартаке, а до области Архангельской. То есть игровая практика была. Сейчас, к сожалению, игровой практики у нас не хватает. Будем ехать на том, что имеем. Ярослав, расскажи, как начали готовиться, когда началась подготовка, первые какие-то отборочные игры. Как все проходило? Ну, до этого, конечно, мы расслаблялись, немного играли. Но когда уже начинались соревнования, нас уже начинали гонять по полной тренировке. Играли вообще, может, по пять минут из двух часов тренировок. Ну, и вот по программе занимались, и результаты получили, как и должно было быть. Давай по-честному, соперники сильные или все-таки не дотягивают до вашего уровня? Ну, учитывая то, что они не занимаются баскетболом, они прилично играют. То есть такие любители они получаются? Можно и так сказать, да. Они непрофессионально занимаются, но вводить мяч и бросать не умеют. А с кем вы играли в финале? С шестой школой. Ну, это тоже сильные, можно сказать, соперники. Ну да, у них есть играющие, которые как раз и забивали нам под кольцом и на средних дистанциях. Теперь вам предстоит поездка в Северо-Запад. Что ожидаете от этой поездки? Ну, в прошлом году мы победили на Северо-Западе, ну, точнее, второе место заняли и поехали на суперфинал. И там тоже достаточно неплохо выступили. Ну, наверное, надеемся, что так же повторим и даже улучшим свои результаты. Может, даже в призы войдем на Россию. Владимир Валерьевич, у вас какие прогнозы? Ну, я здесь буду более сдержан. Ну, задача такая – побеждать в каждой игре, а там как получится. Ну, хочется, минимум, в призах быть снова на Северо-Западе. Понятно. Хочется еще почувствовать атмосферу суперфинала. То есть там это незабываемое впечатление. Все очень шикарно организовано. Первые лица государства, известные в мире баскетбола люди. Ну, то есть классно. А суперфинал проходит за рубежом? Нет, суперфинал проходит в России. В этом году это будет город Екатеринбург. То есть все федеральные округа выставляют, соответственно, в квоте своей команды. В том году мы были вторые на Северо-Западе. Две путевки было на суперфинал. ЦФО играет, у них три путевки. И в зависимости от количества команд. Вот у нас Северо-Запад, он не такой большой регион. Две путевки. ЦФО побольше, там три путевки. И из всех федеральных округов проводится, вот согласно квоте, 16 лучших команд у мальчиков, 16 лучших команд у девочек. Играют в суперфинал. Ну, и не стоит забывать о том, что кроме России в турнире принимают участие также Республика Монголии. В том году мы с ними играли, выиграли команду из Монголии. Команда сейчас подписана соглашение с Киргизией. Тоже вошла в семью от Кэс-Баскета. Беларусь принимает участие. То есть, вот финал 16 команд, и уже победитель едет на финал Евролиги. Это клубный турнир европейский. Посмотреть на игру лучших игроков, в принципе, Европы. Владимир Валерьевич, а вы тренируете только мальчиков или девочек тоже? Я работаю исключительно с мальчиками. Мальчиков. Просто я вот хотела спросить про девочку. Девочки играют в баскетбол. Насколько это девичий вид спорта? Ну, баскетбол — это командная игра. Контактная. Соревнования проводятся и по волейболу, и по баскетболу, и по футболу. Как среди мужчин, так и среди женщин. Поэтому девушки тоже принимают участие. Ну, для меня, например, ну, скажу честно, не очень это интересно. Немножко не те скорости, немножко не те прыжки, так скажем. Ну, они имеют право на существование. Почему нет? А нагрузка на девочек, она другая? Какие-то, может быть, правила помягче? Нет, правила один отличные абсолютно. Разве что у них мяч чуть меньшим размером. То есть мужчины играют семеркой, женщины и девушки играют шестеркой размер мяча. Сота кольца та же самая, стандартная. 3 метра, 5 сантиметров, площадка одинаковая. Количество игроков на площадке, на скамейке запасных одинаковое. Ну, отличается система подготовки меньшими физическими нагрузками. Женский организм, он хоть и более выносливый, но тут надо находить подход. С девочками, мне кажется, даже в этом плане немножко сложнее. С ними легче считается выстреливать на всероссийском уровне, потому что нет такой градации в росте. Девочки не такие высокие, как мальчики, например. Вот мы поедем играть. Я знаю, что на позиции Ярослава будет 2 метра мальчик играть, у нас метр девяносто. То есть у нас север, ребята пониже ростом. У девочек такой градации в росте нет. Ну, опять же, там надо иметь с ними больше терпения и работать с ними как мама, я не знаю, наверное. Ярослав, а у первой школы есть команда девочек, которые играют в баскетбол? Ну, команда девочек есть, но они, к сожалению, заняли третье место и не будут участвовать на Северо-Западе. А как-то вот вы им, как мужчины, помогаете? Ну да, подбадривая. Ну, вот если проиграли, то пытаемся как-нибудь утешить. Говорим, молодцы. Ну, постарались, заработали свои медали. Ну, там тоже нет таких занимающихся прям. Там единицы занимаются. Ну, и поэтому, соответственно, они проиграют. Я бы тут немножко уточнил. У них, кстати, вот в первой школе у девочек команда в перспективе должна быть довольно неплохая, поскольку они довольно маленького возраста. То есть там основная масса — это игроки седьмого класса, восьмого. То есть то, что сейчас они уже заняли третье место по итогам всех отборочных этапов на финале четырех, вот сейчас, в заключительном этапе, то в перспективе они могут достойно выступать не только, я думаю, на регионе, но и за его пределами. Владимир Валерьевич, а сколько у нас тренеров, которые занимаются баскетболом? Мало. Занимаются баскетболом непосредственно только в дворце спорта «Норд». То есть я занимаюсь с ребятами. Палеша Галина Анатольевна занимается с девушками. То есть у нас группы от первого-второго класса и вот заканчивая одиннадцатиклассниками. Формируются, соответственно, по возрасту, комплектуются и потом проводятся тренировочные занятия две раза в неделю. В чемпионате победили девочки из пятой школы. Да. Они тренируются тоже в «Норде». Основная масса из них, да, это девочки, которые занимаются в «Норде» у Галины Анатольевны. То есть такая тенденция побеждают те, кто тренируется в специализированных учреждениях. Да, по сути, так и есть. Это везде. Это не секрет. Те, кто занимаются в секциях, в отделениях по виду спорта, имеют, конечно, больше навыков тем или иным видом спорта, потому что школьная программа предполагает обучение не только элементам баскетбола, но и волейбола, лыжным гонкам, тем видом понемножку. А те, кто занимаются, конечно, получаются в приоритете. Ярослав, у меня вот такой вопрос. Ты играешь в баскетбол, ты смотришь какие-то лиги, какие-то соревнования, какие-то, может быть, у тебя есть кумиры баскетбольные? Таких уж кумиров нет. Мне нравится сама игра. Если я, например, узнаю то, что в этот день будет какой-то матч, я обязательно включу этот канал и буду смотреть это. Владимир Валерьевич, на ваш взгляд, это важно? Интересоваться тем, чем ты занимаешься, смотреть, наблюдать за другими игроками, какие-то находить? Да, конечно. Много можно, очень много подчеркнуть для себя, какие-то элементы. Например, если звездные игроки, у них так называемые, есть свои фишки, почему не взять что-то сильное у этого игрока, попробовать сделать программу по баскетболу нашей, не говорить там о определенных пинтах научить. Мы должны в целом научить баскетболу пониманию и взаимодействию на площадке. А какие-то определенные моменты, конечно, можно и скопировать, почему нет. Надо смотреть. А есть такая практика просмотра совместного каких-нибудь игр? Да, мы играли в чемпионате на местном уровне и потом разбирали игры в метод-кабинете, то есть видеозапись, посмотреть за своими действиями, за действиями соперников, выявить свои ошибки. Ну и также, когда мы едем куда-то на соревнования, обязательно просмотр команд соперников. Ребята уже не идут смотреть, это им незачем, а я должен посмотреть, кто что играет, как они играют. Также вы говорили о выездах, да, и сейчас стало меньше, а на самом деле важно, да, для игроков куда-то выезжать, смотреть на других ребят. Ну, конечно, надо со сверстниками играть в любом случае. Если бы у нас здесь много было учреждений, которые занимаются баскетболом, может, было бы полегче, а так просто сказывается отсутствие игровой практики. То есть тренироваться можно долго и упорно, а не имея игр, соревновательной практики, будет тяжеловато. Но я думаю, ребята, в принципе, опытные уже, я так считаю. То есть три года они оттрубили последних сезонов, сыграли везде, в принципе, на уровне, не раз становились призерами, победителями. Так что я думаю, на том багаже мы можем доехать. Вот вы сказали, что в секции к вам приходят дети от самых младших классов, от первого, да, и до одиннадцатого. А ты, Ярослав, сказал, что ты тренируешься почти четыре года. То есть ты пришел в баскетбол уже не в самом юном возрасте. Ну да, мне уже было там 13-12 лет. Поэтому, ну надо было, конечно, с детства заниматься, чтобы уровень был получше. Но так вышло. Но ты сам пришел к этому решению, что ты хочешь заниматься баскетболом. Да, меня никто не уговаривал, и родители сами сказали, решай сам, чем ты будешь заниматься. Мы за тебя решение принимать не будем. Владимир Валерьевич, вот Ярослав пришел в 12 лет. Это хороших успехов он достиг вот за вот этот промежуток? Я считаю, что да, вполне. Ну тут он немножко опять же лукавит. Он занимался секцией в школьной, тогда еще было. То есть он у Заручевской, Ирины Венина, занимался в физкультуре в первой школе. У них была своя команда. Они выступали немножко даже на соревнованиях на местных. Потом у них как-то вот группа распалась. И вот некоторые ребята ко мне в итоге пришли. Ну Ярославу, я считаю, в этом плане попроще. Он на позиции Стравого. Там не то, что надо владеть филигранной техникой. Надо быть напористым, надо иметь характер. То есть надо потолкаться, побороться на щите. Основные функции его такие. И те, конечно, кто таскает мяч, так мы выражаемся, должны обладать более серьезными навыками владения мяча. То есть разыгрывающие, защитники, они должны все-таки в более раннем. Но он, в принципе, молодец. Я абсолютно доволен. Он все, что мог, считаю, в принципе, достиг. Еще сейчас покажет себя на северо-западе, и все будет нормально. А как определяется, кто игрок, каким он будет игроком в команде? Пришел Ярослав, вы на него посмотрели и решили, он будет травым? Не, ну как... Ну он по ростику немножко уделялся, как бы был повыше ростом. Особо филигранной техникой, опять же, не отличался. Ну, тут было понятно, что таскать мяч он не будет в любом случае. Надо ставить ближе к кольцу. Ну, это у него получилось, в принципе. Размах рук хороший. Рост, ну, более-менее, так скажем. В том году у него был еще партнер по команде. К сожалению, уехал самый высокий был в команде Владик Чуркин. Но он переехал после девятого класса в Санкт-Петербург. Перезанимается в школе Олимпийского резерва. И покинул нашу команду. Было повеселее с ним. Владимир Валерьевич, вот судя по вашему опыту, все-таки вот основной поток тех, кто приходит в ваши секции вот с самого юного возраста, они доходят до конца или в течение времени покидают? Вот если формируется, как я считаю, команда, то они в основной массе доходят. Если как команды нет, ну, есть группа, да, они тренируются, она может видоизменяться, в принципе. Главное поддерживать определенный возраст, чтобы, ну, понятно, что одиннадцатиклассникам будет неинтересно заниматься там с ребятами из второго и третьего класса, ну, и занятие не получится. Группы формируются строго по возрасту. Ну, скажем так, сохраняемость контингента, ну, до 70-80% все равно присутствует. Если есть команда, то там может она сохраниться до 90%. Понятно, что есть определенная текучесть. Как бы этот возраст дошел хорошо. То есть команду собрать несложно, в принципе, да? Или все-таки есть проблема? Ну, команду, группу изначально собрать можно, а команду собрать сложнее. То есть команда должна быть играть, то есть чтобы это не просто пришли, поиграли, а то есть они занимаются, они трудятся. Это у них своего рода работа получается. И постепенно они начинают участвовать в соревнованиях, достигать каких-то результатов. Тогда уже это становится команда. Должны быть лидеры в команде, должен быть характер, ну, и должны выполнять требования. А если человек пришел, ему, ну, это не очень интересно, там, пахать, понятно, что он две-три тренировки отходит, и потом уже исчезнет просто-напросто. А вот когда уйдет смена Ярослава? У вас есть уже из тех подрастающих баскетболистов? Ну, честно скажу, по юношам будет энное количество времени провал. Будем надеяться на девочек. А мальчики сейчас вот в перспективе, что я вижу посильнее, это пятый класс, не раньше. То есть сейчас они в пятом классе, но, дай бог, они результат дадут года через три. То есть три года в Казбаскете не будет? Явного лидера, будет борьба здесь на регионе хорошая, но выступления на северо-западе, я думаю, что будут, ну, не такими радужными. А в свой адрес, Ярослав, никогда не слышали, ну, может быть, не упреков на таких разговорах, мол, вы тренируетесь вот в секции, а мы в школе, чисто в школьном зале спортивного мяча гоняем, поэтому вот вы и выигрываете. Не было никогда таких разговоров? Нет, никогда не были. Все понимают то, что мы занимаемся, и никаких упреков я никогда не слышал. То есть все равно есть какое-то неравенство, да? Есть ребята, которые занимаются в секции, есть ребята, которые только на уроках физкультуры. Нет, но есть же и другие школы ребята, которые занимаются. Просто получается, что базовое вот почему-то у меня сложилось давно уже так. Первая школа, масса основная получается, ребята, из первой школы, есть и из пятой, есть из четвертой. Например, вот средний возраст, который сейчас в пятом классе. Ну, опять же, там тоже большинство первая школа, но есть там из пятой школы. Вот они будут, я думаю, через некоторое время между собой соперничать. Опять же, вот есть искательская школа, там, в основном, ребята мини-футболом занимаются. У нас тоже есть общероссийские проекты мини-футбол школы. Они там приоритетнее смотрятся, то есть, или вы четвертая школа, там тоже мини-футбол. Есть волейбол школа, проект, тоже другие школы. То есть, да, понятно, что здесь как бы на местном уровне получается, что какая-то школа нацелена нам больше на один вид. Кстати, почему так получается, такая тенденция, что первая школа цельна в баскетболе? Почему так? Ну, вот даже не знаю. Может, хороший пример заразителен, то есть, младшее поколение смотрит на вас и тоже начинает заниматься баскетболом. Может быть, так? Может быть, да. В принципе, я согласен. Есть ребята, как бы, выпускники, они подтаскивают там среднего звена. Ну, и у меня, как бы, лично тесный контакт с учреждениями физкультуры в основном с первой школы, хоть и с пятой школой, но вот там с девочками работает Галина Анатольевна. То есть, в пятой школе учреждения физкультуры он 2,05 ростом, Павел Николаевич, он в свое время тоже занимался баскетболом, как бы на серьезном уровне, так скажем, в студенческой лиге играл. Тоже ему этот вид приоритетен, больше нравится. И поэтому направляют, просто выталкивают, идите на баскетбол. Вот так и получается. Ярослав, вернусь немножко к твоему поступлению в ВУЗ. Я уже спрашивала, вот перед тем, как выбирать ВУЗ, ты будешь смотреть на то, есть ли вот у этого ВУЗа команда? Вообще, я уже решил, в какой ВУЗ собираюсь поступать. И пока еще, да, не узнал. Не занимался этим вопросом? Нет, пока еще нет. Ну, я, конечно, буду интересоваться, но даже если там команды не будет, все-таки мне охота очень. А скажешь, какой элитный секрет? КГСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный. Серьезно. Там есть команда. Есть команда? Вы уже узнавали? Нет, я не узнавал. Ну, в принципе, примерно, я представляю. Дело в том, что если человек, как бы, ну, подходит, например, тренеру из другой команды, в лиге СБ разрешается усиление игроками из другой команды, если она не участвует в чемпионате. То есть, я думаю, в принципе, перспективы есть. Конечно, тяжело будет на позиции центрового играть, но на позиции четвертого номера, тяжелого форварда, играть может со своим ростом. Ярослав, немножко я хочу забежать вперед. У меня немного провокационный вопрос. Вот если встанет, когда ты будешь обучаться уже в университете, если встанет вопрос, больше времени уделять учебе или больше времени уделять баскетболу? Что выберешь? У меня родители так настроили то, что лучше сначала учеба все-таки, со спортом. Ну, это временно, как они говорили. Ну, конечно, мне он нравится, но я и понимаю сам то, что учеба важнее. Но я буду стараться совмещать. Если уж не получится, наверное, учебу. Как вы считаете, Владимир Валерьевич? Я думаю, тут как бы палка о двух концах. Вообще считается, что спорт организовывает человека. То есть он дисциплинирует. Можно расписать свой день так, что ты успеешь и отзаниматься на занятиях и вечером сходить на тренировку. Ну, понятно, что если начинается более высокий уровень, до учебы уже времени будет все меньше и меньше. Ну, университеты идут навстречу, когда есть команда сильная, студенческая, в принципе, они помогают, как считается, своим студентам, то есть обеспечивают там спортивные стипендии, обеспечивают экипировкой, летними сборами. Но опять же, это зависит от финансового положения института, университета, очень многое зависит. И плюс, как ректор заинтересован. В принципе, я думаю, тут как бы ничего страшного. Даже если не студенческий спорт, то можно в любительский продолжать играть всегда. То есть оставаться с этим видом спорта, найти свою команду и успешно так уступать на любительском уровне. Спасибо. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Ярослав, я желаю вам удачи в Северо-Западе, я желаю вам удачи при поступлении в ВУЗ. Владимир Валерьевич, вам талантливых учеников, спортсменов, баскетболистов. Я напомню, это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин